История одного полка. В Ивановском филиале «Ранхикс» прошли краеведческие чтения, посвященные 75-летию, со дня прибытия французских летчиков полка «Нормандия-Неман». В череде празднования юбилейной даты это мероприятие первое. Чтение проводят в формате круглого стола. Народ, который одержал победу, нашли преды поддержать победу. Наше дело теперь эту победу сберечь и передать ее нашим потомкам. Народ, который проигрывает свое прошлое, он не смог пройти в будущее. Поэтому, конечно, наша задача – эту победу сберечь. Тем самым мы говорим европейцам, говорим французам. Мы были с вами вместе. В зале стоит легкий гул. Французским гостям переводят приветственные речи. В аудитории собрались ученые вузов, студенты, представители власти, общественники, руководители молодежных движений. Сегодня здесь вспоминают, как же все начиналось, сколько полку пришлось преодолеть трудностей и сколько одержали побед. Об этом, наверное, не думали ни механики числа советских военнослужащих, ни французы, которые руководствуются вот этим гражданским долгом, прибыли сюда для того, чтобы получить навыки и освоить российские советские истребители, для того, чтобы воевать с фашизмом. Но, тем не менее, вот этим поступком, вот этими шагами они создали вот такие традиции, которые 75 лет находят отражение и в нашей региональной истории. Эскадрилья провела множество боев, в том числе из-за освобождения Литвы. Принимала участие в знаменитой Курской битве и белорусской операции. За все военное время летчики эскадрильи провели в воздухе около 900 боев, одержали более 270 побед. Потери за время боевых действий более 40 летчиков. Полк Нормандия-Неман существует и по сей день во Франции, а известен на весь мир. Наши памятники и в Лёбовке, куда прилетели французские пилоты после завершения боевых действий в Восточной Труссии и Иваново, где все началось. Эти две рекордные точки, они работают и будем надеяться, что будут работать круги и долгие годы. Ровно 75 лет назад, 29 ноября 1942 года, первые 14 французских летчиков прилетели в наш город на Северный аэродром. На этом празднование годовщины не закончится. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.